приветствую вас на нашем канале про пчеловодство меня зовут пашка и сегодняшняя тема видео как обычно интересно сегодня мы поговорим про походу вообще друзья давайте так прошлая неделя у нас было полностью морозы по полностью холодно было до минус 7 до принципе на это время это немножко я бы сказал не то что диковинка действительности диковинка да получается что в прошлом году в это время мы вот этот точок мы уже принципе перемещали в лес уже стоял мы жену есть фотография где мы уже жарили сало пекли картофель убирали территорию в лесу для размещения пчел так а в этом году видите еще полностью болото еще вчера заметала снегом вчера такой снег и шел как знаете как перед новым годом как вот это уже зима только-только за издали завивала все снегом насыпала столько снега сегодня утречком солнышко сошло тепло сегодня 13 марта гидрами центр прогноз погоды нам говорит что температура будет сегодня плюс 9 но чувствуется уже выше солнце поднимается солнце греет она что-то я как стою она принципе припекать пчелы летают пчелы радуются видно что есть облёт принципе знаю что еще хочу сказать не так уж сильно жарко да и по сравнению с прошлыми сезонами были от было такое время до что в это время уже было действительности тепло и получается что пчелы уже носили фундук не цветет здесь еще и холодно прохладно здесь у нас вообще и вы очень много но опять же у нас когда цветет и это получается очень холодно мы не не готовы его брать весь мед перелаживается пчелами расплод если даже есть возможно и вот эту вербу вот эту мягкую котики получается что было уже такое на данное время у нас еще снег лежит покажи вот эту сторону вот видите он там бугры у нас еще снегом полностью укрыты это имеется ввиду это не тот снег что вчера выполнят это получается снег который лежал почти всю зиму что вы понимали он просто опрессовался и вот он так и лежит вышли здесь вообще вышли ой блин смотрите по колено проваливаемся что хочу сказать по работе по пасеке от этого . друзья ну вообще приехали просто посмотреть что как здесь происходит как все все принципе замечательно все в принципе прекрасно вот если примеру возьмем вот этот улей до пчелы обседают где-то три-четыре рамки плотно обседают это отводок на одну рамку прошлогодний да они плотно обседают и сбоку стоит еще четыре рамки медовых что вы поняли это мы сделали специально для развития никто их ничего не утепляет никто их ничего не дергает не сжимает улей полностью идет видите с алюминия прекрасные прекрасные у него такая термоизоляция улей теплый есть конечно у него как бы свои огрехи но это если будет интересно я могу снять отдельное видео принципе перебрать его по пальцах объяснить рассказать что лучше доделать как лучше доделать но вообще улья вот эти для отводка для утепления восьми рамочники вообще бомбочка потому что вообще класс теплые прекрасные сеточка дно принципе ничего не закрывали все принципе так и оставили побудительные подкормки вообще думал дать палитру сиропа но с другой стороны задается вопрос например я думал давать подкормку что вы поняли подкормку хорошо давать когда есть принос пыльцы если нету приноса пыльцы то лучше ничего здесь не побуждать понимаете потому что если одна проблема в чем заключается весною пчел должна быть пыльца весною пчел должен быть корм ну с кормом у нас принципе проблем что вы поняли нет и даже да где-то перга там есть там рамки я не знаю принципе я я в принципе неправильно делаю нужно каждый год каждую рамку подписывать что это пера что было видно я такого не делаю это было последний раз нужно окажены каждый ход так делать то получается для пчелиной семьи нужно что было перга пыльца и мед меда у нас достаточно пыльцы у нас нет если мы будем стимулировать пчел например жидкой подкормой кой что это произойдет пчелы по начнут принципе матки начнут подгонять немножко расплода и могут быть определенные проблемы ну я думаю что не сильные проблемы но могут быть ну что-то может быть я не буду принципе и рассказывать в принципе могут быть определенные проблемы но здесь как сказать как как вам правильно сказать чтобы принципе вы меня поняли вот к примеру если недостача меда и пыльцы в улье в это время поможет проявиться аскофероз и мешочковатый расплод. Почему? Потому что пчелы будут ослабевать, да, то же самое. Если мы, по идее, будем их подкармливать, у них будет мед, да, и будет сироп, пчелы будут нагонять силу, они будут пыльцы, опять же, что-то может быть сказаться на качестве расплода и качестве пчелы. То лучше я уже как бы махнул рукой и думаю, когда уже зацветет фундук и там, например, вот эти, то я уже приеду, вот этим дам, типа, побудительные подкормки по литру сахарного сиропа. Меда достаточно, только жидкой подкормки, чтобы они как бы начали немножко развиваться. И все, друзья, вот такая у меня, такой план именно на вот этот точок. Все, на этом хочу закончить. Всем всего наилучшего. Комментируйте. Всем пока. Вот мы сейчас подходим к фундуку. Здесь у нас сразу возле пасек. И посмотрим, как, какое у него состояние. Вот обратите внимание, какой снег. Здесь еще снега. Ого-го. Аномальные в этом году. Ой, блин, еще проваливайся по колено. Снушки не завязал сейчас. О-о-ой. Вот, обратите внимание, еще нет такого, да? Не цветет он у нас еще. А так, в принципе, фундук, обратите, вообще. Да, было время, когда здесь вообще пчелы гудели, где-то примерно в это время. Но сейчас видим, что еще холодно, да. Еще очень холодно. И здесь, когда мы вышли, вот видите, на вот это Питак. Питак. Продолжение следует...